Андрей получил визу американскую. Я не могу даже туда зайти. Люди в основном приходят на YouTube смотреть не экспертный контент, а провести время с человеком. И она сказала, что Джакарта, что... Чем-то, что для тебя самого важно. Ты оглядываешься вокруг и понимаешь, что это уже не ты. Человек думает, чем ему заняться в жизни. В счет того, как это стало мейнстримом. Хотя по факту человек пришел, обосрал тебя и забыл про тебя. А тебе с этим жить. В общем, беру вас с собой в этот день. Привет, меня зовут Оля. И в этом влоге мы с вами находимся в Джакарте уже сейчас. И пока меня бомбит от получения американской визы, попытки, я хочу сразу начать запись. Мы приехали в Джакарту, чтобы получить американскую визу. И говорят, что здесь ее получить гораздо легче, чем в любой другой стране. И мы наняли специального агента. Андрей там с ним решал разные вопросики. То есть человек получил какую-то пятизначную сумму в рублях. И начал заниматься всем вот этим вот процессом, чтобы, ну, как минимум мы точно туда попали. И помогал с анкетой, как лучше на что ответить и так далее. И вот сегодня утром мы встали там всем с чем-то, собрались, пошли в это американское посольство. Встречаемся около него с нашим переводчиком, которого тоже отдельно наняли. И при прохождении внутрь, так скажем, мы отдаем документы, паспорта. И девочка говорит о том, что меня... То есть я там есть, но агент что-то изменил в моей анкете и не передал посольству новые данные. И я не могу даже туда зайти. То есть не то, чтобы пройти собеседование, а вообще меня не пускают. То есть я понимаю, что все мы люди и мы можем ошибаться. Но для меня это странно в том плане, что это же твоя прямая обязанность хотя бы, чтобы я там была внутри. То есть, например, я фотограф и должна хотя бы отдать фотографии. Конечно, да, никто не застрахован, бывают разные ситуации. Я пытаюсь как-то сейчас оправдать этого человека, но это очень странно. Он получил эти деньги, а я даже не попробовала. То есть у меня даже не было возможности попробовать. Это очень странно. И в итоге Андрей пошел один. И девочка, которая переводчик, сказала о том, что это же как бы новые правила. Раньше можно было менять что-то в анкете и не передавать это в посольстве. Это сделали с октября. То есть уже прошло полгода. Насколько это новые правила, я не понимаю. И сказали, что он может передать сейчас мои данные, но чтобы я второй раз пошла на это собеседование, пройдет там примерно две недели. А нас уже здесь не будет. В итоге Андрей пошел один, как я уже сказала. Я пошла сейчас в наш отель. Мы поселились как раз рядом с американским посольством. Здесь, кстати, отель очень-очень классный. Давайте я вам сейчас покажу. Он называется Меркурий. Это сетка. Такой приятный бассейн. Вообще очень уютно все выглядит. Вообще мне нравится. Стоит 8 или 8,5 тысяч рублей в сутки. Мне кажется, прям очень симпатичный. И это уже вместе с завтраком. Показываю все как есть. Вот мы сегодня прям бегом-бегом с утра. Зачем я так рано вставала, вообще непонятно. В общем, здесь есть холодильничек небольшой. И такая приятная ванна. Душ. В общем, план сейчас такой. Я думаю, что я пойду в зал, позанимаюсь. Потом приведу себя в порядок. Сделаю макияж. И мы с вами отправляемся в этот день. Так, друзья, посмотрите, какая здесь красота. Просто, чтобы пройти в зал, нужно пройти через эту крышу. Мне очень нравится, как здесь все выглядит. Еще солнце такое. Здесь видно наш бассейн, который внизу. Вот там кусочек видно. Вообще очень нравится. Красота. Супер. Просто супер. Так, пойдем сейчас с вами позанимаемся. Такой здесь небольшой зал. У-ху. Вроде бы даже никого нет. Ой, да, смотрите, как классно. Я вчера вечером сюда приходила. Тоже красиво было. Подсветка была. Днем тоже выглядит классно. Самое главное, что здесь есть гантели. Ну, по сути, мне больше ничего и не нужно. И большое зеркало. Кстати, сейчас, пока я шла в зал, встретила на первом этаже в лобби Андрея с нашей переводчицей. Все прошло хорошо. Андрей получил визу американскую. Кстати, еще такой момент. Эта женщина-переводчица. Вообще, она очень понравилась. Не знаю, располагает к себе человек. И она сказала в счет Жакарты, что они здесь живут с мужем. Он архитектор. И там посоветовала какие-то ресторанчики рядом. Точнее, даже не ресторан, а отель Хаят, по-моему. Там она говорит, очень классно можно поужинать. Все такое лакшери. И в целом она сказала, что в Жакарте абсолютно нечего делать. То есть, это, мне кажется, тот человек, который знает что-то, потому что он здесь живет. Просто еще муж архитектора. Не знаю, это влияет как-то или нет. В общем, она сказала, что здесь нечего делать совершенно. Кроме как сходить в торговый центр и все. И вчера я тоже смотрела пару влогов на ютубе. И люди там просто занимаются какой-то ерундой. Типа просто тусят в торговом центре и все. Субтитры сделал DimaTorzok И давайте приступим к макияжу. На самом деле я достаточно редко крашусь. И как раз-таки одна из целей на 2024 год. Это почаще делать макияж, хотя бы легкий. Сделать так, чтобы это стало моей рутиной. Честно признаюсь, я его не делаю, потому что мне лень. И сейчас делаем с вами самый простой макияж. Опять же, по той же самой причине. Плюс он занимает буквально 5-10 минут. Вот такой вот у меня макияж легкий получился за минут 5-10, не знаю. В общем, сейчас мы собрались. Такой вот у меня look of the day. Такие шортики. Это Calvin Klein. Купили их в Куала-Лумпуре. Собственно, вы видели, если смотреть предыдущий влог. Такая вот у меня майка от Lime. На ноги я надену вот такие вот сандали. Это тоже Lime. Им уже немножко плохо, но они мне очень нравятся. Выкинуть пока что рука не поднимается. Сначала нужно будет сходить по разным делам. Там поменять день, что-то такое. Потом, наверное, мы пойдем пообедаем, я думаю. Там Ваня Андрей сейчас тоже собирается. В общем, беру вас с собой в этот день. Я не знаю, что вообще будет, куда мы пойдем. Бассейн, конечно, очень приятный. Так прям выглядит. Но у нас планы погулять по городу. Бассейны есть везде, поэтому я вообще не уверена, что мы туда попадем. Там, кстати, завтраки. Друзья, мы уже спустились в лобби. В общем, заказали такси прямо с ресепшн. Мы просили, чтобы нам вызвали до гранта от какого-то другого центра. Так к нам приехало такси. Thank you. Такси тут по счетчику. Стоит недорого. И, собственно, вот эта вот девушка, которая переводчица, рассказала еще то, что за эти 8 лет, то, что она здесь живет, очень низкие цены, если у тебя есть деньги. И если у тебя чуть больше денег, чем обычно, так скажем, то ты вообще очень хорошо живешь. Друзья, в общем, мы уже приехали. Сейчас зашли в дорогой центр. Такси реально очень выгодное. Мы заплатили 25200 рупий. Это примерно 150 рублей. Хотя ехали, конечно, 5 минут. Но, например, в Москве даже когда ты едешь 5 минут, с тебя берут там, не знаю, 400-500 рублей. И увидели сейчас тут такой огромный Pull&Bear. Хотя я его не очень сильно люблю. Но он прям двухэтажный. И тут еще H. Я думаю, это что мы зайдем в Pull&Bear. Хотя мы сейчас не планируем ничего покупать. У нас и так немножко перевес. Но просто хочется посмотреть, что здесь есть. Такая модная история. У-ля-ля. Вот все-таки, ребят, запретный плод всегда сладок. Вот все выглядит как-то максимально классно. Когда это было у нас, абсолютно не ценишь этого. Так, стоит 999 тысяч 900 рупий. Опять же, буду подписывать в рублях, сколько все это. Вот прям, не знаю, зашла. И даже как будто бы все нравится. Такая милая юбка с карманами. Как будто бы все выглядит гораздо лучше, чем когда у нас был Pull&Bear. Но, возможно, я просто изголодалась по таким магазинам с бюджетными ценами. Хотя у нас, по сути, тоже сделали кого-то, дуб. Он теперь называется. Ой, да, очень похожий. Она у меня и есть. Слушай, модель прям один в один. У меня похожий очень толстой. Кожанка. Я покупала за 10 тысяч. Но у меня манго. Стоит 1 399 000. Почти как моя кошенка. Смотрите, какие милые штаны. Тоже хочется себе что-нибудь наподобие. Вот с таким вот вылезающим верхом. Вот тут разные всякие аксессуары. Такие милые носочки с сердечком. Смотрите, какая милая футболка. Понравилась. Вот так. Ой, смотрите, еще какая штучка. Забавно. Так, ну ладно. Я в целом держусь, потому что я не хочу с собой что-то тащить. И шоппинг у нас запланирован уже после Бали. Так, я потеряла Андрея. В общем, шоппинг у нас запланирован после Бали. Как раз купим чемоданы. Я уже рассказывала об этом в предыдущем влоге. Блин, реально, где Андрей? Вот. И... Ну что, я потерялась, у меня нет интернета. Вот, так что сейчас ничего покупать не будем. Обожаю. Без интернета. И он просто куда-то ушел. Ты где? Я тебя потеряла. Я выхожу, тебя нету. Человек нашелся. Еще очень забавный момент. Сейчас идем к другому центру. И на улице, когда мы гуляли тоже, все люди просто оборачиваются, смотрят на нас. Потому что здесь очень мало русских, ну или вообще светлокожих. В основном, мне кажется, здесь все местные. Ну, либо кто-то из приезжих, то точно не такой внешности. И это супернепривычно, потому что пока мы были на Пхукете, естественно, такого не было. Там очень много русских вообще. И что-то подобное было только в том году, когда мы были в Мексике. В общем, это странное ощущение, когда на тебя все оглядываются, либо как-то пялятся. Вам стоили сюда сразу на ферму. Ой, ребят, смотрите. Мне кажется, это новый Дайсен. Я видела его во влоге у одной девочки. У Юлии Сопрониязовой. Кто ее смотрит, ставьте палец вверх. Этому видео пишите в комментариях. Я думаю, что у меня здесь есть на канале пару таких любителей Юли. Заходим в Лакост. Мы просто идем поглазеть. Заметили, что здесь больше выбор кроссовок, чем в Куала-Лумпуре. Так, сейчас все прочекаем. Так, что тут интересного есть? Вообще, мне понравились в Куала-Лумпуре еще вот такие вот кроссовки. Так, мне кажется, они очень мило выглядят. Не знаю, напишите в комментариях, как вам, хотели бы вы себе такие. Я еще думаю, я в любом случае хочу закупиться кроссовками после поездки на Бали. Такие стоят 2 тысячи девяносто девяносто девять тысяч. Ребят, мы сейчас пришли на первом этаже в такое кафе, пиццерию. И это супер необычно. Когда сюда входишь, там стоят где-то 5 официантов. И тебя как-то приветствуют. Я не понимаю индонезийского языка. Но, скорее всего, они говорят добро пожаловать. И когда мы проходили мимо них, это было очень забавно. И давайте посмотрим сейчас вместе с вами меню. Место называется вот так вот. Пиццерия Кавалесте Альта. Паста, пицца. Здесь можно прям выбрать, видимо, какую ты хочешь, пасту. Ой, какой салат. Короче, все выглядит очень приятно, красиво. И, конечно же, глаза разбегаются. Я думаю, мы пиццу возьмем, да, наверное? Одну точно или нет? Попробуем, да. Ой, какая красивая. Равиоли. Равиоли. Так, друзья, пока мы сидим, ждем наш заказ. Хочу с вами поделиться одним классным приложением для изучения английского языка. Я еще прикреплю его значочком здесь. Вот, в общем, называется оно Quizlet. Мне посоветовал его мой репетитор по английскому языку. И давайте я вам даже так сделаю, запись экрана, чтобы вам было удобно. В общем, это бесплатное приложение. Хотя там оно и говорит, что нужно что-то купить, но по факту ничего покупать не нужно. Здесь ты сам создаешь себе модули. У меня вот их несколько, например, lessons – это слова из наших уроков. Здесь есть карточки, то есть ты сам записываешь какое-то себе новое слово. Например, не знаю, high. И оно тебе показывает перевод. Если оно не показывает, то ты просто записываешь привет и готово. И потом эти карточки можно изучать. Вот так вот. Хоп. Вот, кстати, наше слово с вами. И вот так вот ты гоняешь, повторяешь. Можно это делать в любое свободное время. Минутка оказалась, например, как сейчас. Хоп, повторил. Короче, очень крутое. Рекомендасьем. Так, друзья, нам принесли наше пиво. Заказали бентанг. Это местное индонезийское пиво. Мы такое пили на Бали в том году. И сейчас вот решили повторить. Yes, please. Классно, здесь такие прям холодненькие стаканчики. Yes, please. Thank you. Нам принесли спагетти боланьезы. Выглядит в целом очень даже неплохо. Давайте попробуем. В общем, в итоге мы заказали пиццу и спагетти на двоих. Мы так делали в Куала-Лумпуре как раз. Потому что, если честно, хочется попробовать каждое блюдо, а заказывать там две пасты и пиццу, мы просто все не съедим. Поэтому, мне кажется, это хороший выход. Я себя только снимаю. Но если хочешь, не будь. Я хочу. Поесть. Сейчас я попробую. М-м-м. Очень вкусно, кстати. М-м-м. И спагетти сами, они прям сварены так идеально. Чуть-чуть недоварены, прям немножко. Очень вкусно. Еще есть приятных мелочей. Тут приносят хлеб. Такая корзинка. Одну мы уже съели дольку. Вот. И такие какие-то палочки. В общем, это очень мило. И вот такую пиццу нам принесли. Посмотрите, как необычно выглядит это яйцо. Я таких у нас что-то даже не видела. В общем, такая пицца с грибами на тонком тесте. Очень классно выглядит. Приятного аппетита, кстати, если вы едите. М-м-м. Супер. А сколько вышло? В общем, друзья, по нашим подсчетам вышло на 2500 рублей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, снимаю для вас вывеску. Офигенное место. Просто 10 из 10. Итак, мы вернулись домой. Я говорю шепотову, потому что Андрей спит. Потому что мы сегодня рано проснулись. В общем, ну, а я, если честно, как-то спать не хочу. Ну, так, не особо. И собираюсь сейчас ходить в бассейн. Все-таки воспользоваться им. Посмотрела сейчас погоду прогноз. Потому что как-то начинает уже солнце заходить. В общем, через час обещают дождь. Пока есть час, время поплавать. Пойдемте вместе на бассейн. Друзья, в общем, в последнее время очень много мыслей насчет ютуба. Потому что я трачу все равно достаточно большой свой ресурс на создание своих роликов. И хотелось бы, конечно, если честно, как-то еще больше включать голову, еще лучше делать видео. Я думаю, за последний месяц, благодаря как минимум моей камере новой и микрофону, улучшилось качество картинки, качество звука. И также я хочу улучшить содержание. Потому что это все, конечно, очень здорово. Картинка и звук. И, с одной стороны, они не так важны, если крутое содержание. Но у меня такой формат влогов, что мне кажется, что сейчас, особенно когда у тебя такая большая конкуренция, картинка и звук, безусловно, тоже играют роль. Но это далеко не все. И покупка одной камеры, это то же самое, как фотографии, она тебя не сделает великим там блогером, великим влогером. Или покупка камеры в плане фотографий тебя тоже не сделает крутым фотографом. Это далеко не все. И я очень много сейчас смотрю разных роликов по теме ютуба. И в целом хочу сосредоточиться на качестве, в том плане, чтобы мне нравилась моя съемка, мне самой нравились мои влоги. Пока что сейчас последние мне нравятся больше, чем предыдущие. А те, которые были несколько лет назад, это вообще позорище. И, ну, опять же, без них, без вот этих вот первых, так сказать, блинов комом, не было бы и сейчас того, что есть уже. Но все равно, конечно, для меня этого недостаточно. Мне самое главное, чтобы мне самой это нравилось, довести это до такого состояния. И это будет очень интересно и одновременно сложно, потому что мне сейчас очень мало что нравится вообще в том, что я создаю. В том плане, что, знаете, наступает в какой-то момент такой момент, тавтология, что ты оглядываешься вокруг и понимаешь, что это уже не ты, что ты там вырос из этой одежды. То, что ты вырос, условно, из своей одежды. Не в плане физическом, а в плане то, что это уже не про тебя. И я смотрю на многие вещи, особенно на свое творчество, особенно на свои фотографии, которые я делаю в качестве творчества. То есть так я обычно снимаю мероприятия, в частности, в основном детские дни рождения в Москве. Но у меня есть какое-то творчество, условно. И я смотрю и понимаю, что это, блин, нифига не творчество, что я хочу делать что-то другое, что вот это вот все уже не про меня. Но вместе с тем, в плане фотографии, например, я не знаю, куда именно двигаться. Это та история, когда первый сезон закончился, а второй сезон еще не начался. В плане Ютуба, конечно, все немножко полегче. Я примерно понимаю, над чем мне нужно работать. И когда ты блогер, это работа в разных направлениях, начиная от своего голоса и речи, монтажа, съемки видео, разные ракурсы. Да и в целом ты как личность, мне кажется, что очень важно себя развивать. Поэтому я сейчас читаю классическую литературу, изучаю немножко историю по возможности. И хочу себя сама прокачать как человека, потому что, мне кажется, на Ютубе как раз идут за человеком, за внутренним огнем каким-то. И чтобы он был, я думаю, что нужно себя наполнить чем-то, что для тебя самого важно. Конечно, я немножко сумбурно рассказываю свои мысли. Надеюсь, что вы меня примерно понимаете. И вот одна из задач, кстати, тоже по росту состоит в том, чтобы научиться лучше излагать свои мысли. И еще такой странный момент, который я заметила. Кто создает контент, напишите мне, пожалуйста, что вы про это думаете. Что, когда ты разговариваешь с камерой, и с тобой есть кто-то из близких тебе людей, почему-то разговаривать в разы сложнее, чем вот так вот сидя одному. И вообще я не понимаю, если честно, откуда берется вот это смущение. То есть я пять лет уже снимаю ролики на Ютуб. Старые видео у меня скрыты, остались там в плейлисте парочку. И то, может быть, я их тоже закрою. Но некоторые я скрыла совсем. По многим причинам, таким, как внешне там что-то мне не так не нравится, и самое главное содержание, и моя речь, и монтаж в этих роликах. Мне слишком как-то неловко их пересматривать, и не хочу, чтобы кто-то еще увидел. И несмотря на то, что у меня такой немаленький опыт, мне все равно до сих пор неловко записывать видео в общественных местах, если честно. Особенно, если вот кто-то есть из знакомых, как я уже сказала, это просто меня сковывает, хотя я вообще не понимаю, почему. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, почему такое бывает. Мне очень интересно. И каждый раз ты себя немножко перебарываешь. В некоторые моменты ты расслабляешься, в некоторые моменты почему-то тебе все равно как-то неловко. А сейчас давайте с вами окунемся в бассейн. На видео не видно, но уже достаточно пасмурно. Так что, мне кажется, вода прохладная, но все равно. Я думаю, стоит искупаться, пока дождь не пошел. Да, ребята, это было просто... Это было достаточно холодно, если честно, потому что солнце ушло как-то пасмурно, и вода прям очень холодная. Ну, не очень, но это классно в жаркую погоду, как сегодня было в обед, утром. А сейчас, конечно, это уже не очень. И хочу сказать пару слов про YouTube. Вообще, я даже с собой вот так не разговаривала, иногда приходят какие-то мысли. И сейчас, наверное, все пункты не вспомню, что я хотела с вами обсудить по поводу YouTube. Но то, что вспомню, скажу, а то, что не вспомню, расскажу в следующем ролике. Вообще, когда я узнала про то, что есть YouTube, это был 2010 год. Я точно помню, что я была в седьмом классе, можно посчитать. В общем, это было давно. И мне тогда одноклассница, мы с ней до сих пор общаемся, одна из моих лучших подружек сказала... Ну, не одноклассница, это девочка из параллельного класса, в общем, не суть. Полина. Полина мне сказала, показала, кто такие Рома Желудь, Катя Клэп. И я была в таком восторге, если честно. То есть она мне открыла историю, что есть такие блогеры, что это обычные люди, которые берут камеру и что-то записывают. И особенно мне нравились видео, такие как мой гардероб, про сбор моего гардероба, там, я убираю свою комнату, или я хожу по магазинам, шоппинг, примерка, короче, вот это вот всё. И на самом деле я полюбила такой формат видео ещё до того, как это стало мейнстримом, что называется. Потому что ещё раньше в детстве, когда не было... Ну, или был YouTube, но не русскоязычный, или никто его не смотрел, я обожала брать диски с сериалами. Например, это моя прекрасная няня, и я специально отматывала на те ролики, где там Константин делает уборку. То есть, прикиньте, как это странно. Или там какие-то фильмы, или сериалы тоже брала, и отматывала на те моменты, где там девчонки разбирают гардероб, или там делают шоппинг. Я обожала из такого, что сейчас сразу вспомню, с сёстрами Олсен фильм «Мгновение в Нью-Йорке» или «Минутка в Нью-Йорке» фильм, их последний, кстати, фильм, насколько я знаю. И там было начало, помните, когда там гардероб одной сестры, весь такой розовый, аккуратный, всё так сложно, и другой сестры, где там всё такое в готическом стиле. И я обожала вот это вот начало, где там всё показывается, мне так нравилось смотреть просто на то, как у кого там, какой гардероб, кто как проводит утро. Кстати, вот это ещё тоже один такой формат. И я смотрела именно вот эти моменты, всё остальное, там какой-то суперсюжет и так далее. Для меня это было вообще неинтересно. И я думаю, что это какой-то показатель. Это, знаете, когда человек думает, чем ему заняться в жизни, можно посмотреть на своё детство и что ты очень сильно любил. И особенно раньше, когда не было такой профессии, как влогер, блогер, это вообще было суперстранно. И именно то, что объединяет все эти вещи. То есть я любила смотреть, как кто-то убирается, но это не значит, что я хотела там стать уборщицей. Я любила ходить по магазинам, но это не значит то, что я хочу стать стилистом. А здесь, мне кажется, например, эта профессия такая, как ютубер, она объединяет как раз все те мои увлечения. И потом плюс ещё огромный момент, это то, что на ютубе ты можешь как бы делиться своими мыслями и находить единомышленников или это посмотрят те люди, которым это откликается. То есть это с одной стороны монолог, но с другой стороны это ещё больше диалог, чем обычно. И не всегда, мне кажется, в обычной жизни у взрослых людей есть время на вот такие вот разговоры по душам, либо наоборот нету времени на разговоры, не знаю, там про то, что я сходила сейчас по магазинам, посмотри это, посмотри то. А здесь есть возможность делиться и получать обратную связь и находить людей, которые тебя поймут. Да. Ну то есть вот такая вот душевная мотивация и такие блогеры, например, как Инна Фисун в определённый момент меня тоже вдохновляли на ведение канала. Их вообще было миллионы-миллионы. Люди, которые как-то с душой их ведут и именно делятся тем, какие они рассказывают, какие-то душевные штуки. У меня даже был одно время такой раздел, как мысли. Это те видео, где я делилась своими мыслями за последний месяц. И на самом деле это было неплохо. может быть я открою какое-то из этих видео, которые у меня есть. И какой-то душевности тоже хочется принести на свой канал. Немножко страшно, особенно когда ролики залетают. С одной стороны это круто, а с другой стороны я получаю хейт и мне его достаточно сложно было переносить многое время, хотя его там очень мало, как и просмотров на канале. Но всё равно, если я даже к такому не готова, то о каких больших просмотрах идёт речь. Сейчас я уже вроде поспокойнее стала ко всему этому относиться. В январе была такая грустинка, то что ничего никуда не сдвигается с мёртвой точки, но я потом начала после этого смотреть разные ролики. Особенно мне понравился ролик у Ле Люк, в общем Женя, вот этот ролик про стоит ли создавать Ютуб. И он там говорит о том, что если у тебя реально горят глаза, то и тебе это нравится, то делай и не оглядывайся на то, что у тебя сейчас нету там мгновенного результата. Делай просто качественно. Если ты делаешь что-то качественно и в кайф, и если это реально крутой продукт, то есть Ютуб — это та площадка, которая сразу тебя подхватывает, если ты делаешь что-то крутое. И сейчас, как бы мне это грустно не было признавать, я делаю не что-то крутое, а чтобы сделать что-то крутое, нужно постараться. Стараться этого недостаточно, снять там 150 видео на канал, как у меня, но важно ещё и качество. И потом, конечно, к этому качеству ещё подключить какой-то маркетинг, рекламу, но это уже чуть-чуть попозже, хотя может быть и сейчас, и одновременно. Ну, в общем, у меня сейчас цель — создавать такие ролики, которые бы мне самой нравились, которые бы вам нравились. И ещё один тоже моментик очень важный. Я не хочу делать такой, знаете, супер-тревел-блог, но так получается. И раз так получается, что я много путешествую, то это само выходит. Но, как я уже писала форматы выше, мне нравится такая рутина из бытовухи, лайфстайла и своих каких-то мыслей. Вот такое вот мне нравится. И не вижу смысла занимать что-то другое, потому что всё равно это не какая-то суперкоммерческая история у меня. И вот Женя как раз в видео говорит о том, что не обязательно быть вот прям экспертом и вести такой экспертный блог, но все блогеры, почти все блогеры, которых я смотрела, они об этом и говорят. И обратную связь на мои каналы они давали из серии сначала польза, потом влоги. И меня это так бесило. Я даже была на курсах у Марины Могилко, YouTube, и на самом деле там мне не очень понравилось, потому что у неё кураторы, это люди, у которых у самих каналы там с очень маленькой аудиторией. И они мне советуют, у нас был куратор, и он мне советовал делать экспертные ролики и то, что влоги никому не нужны. Но сейчас я понимаю, что это не так. Во-первых, как же живут все эти влоговые каналы. И у меня вот моя приятельница, когда нам было лет по 13, мы очень хорошо общались, и вот девочка живёт в Твери, где раньше я жила, и она снимает просто шикарные влоги, и у неё много просмотров, уже достаточно больше, чем у меня, и больше, чем у меня комментариев. И я понимаю, что вот, вот передо мной пример. То есть если у неё получилось сделать так, то у меня тоже получится. И пошли все в жопу вот эти вот люди, которые говорят про экспертный контент. Ну, это имеет место быть, но есть и отдельное, мне кажется, отдельное направление, как влоги. И напишите, кстати, пожалуйста, в комментариях, какой вы сами контент любите, что вы смотрите на YouTube, экспертный контент или влоговый. И ещё, кстати, вот Женя тоже сказал крутую мысль, что люди в основном приходят на YouTube смотреть не экспертный контент, а провести время с человеком, пока они там готовят завтрак, пока они едут на учёбу, на работу. И я понимаю, что я сама такая же. И я смотрю больше не за пользой, да, она там, может быть, мне нужна чуть-чуть, но я смотрю за вайбом. и подбираю себе тех людей, которые мне откликаются по вайбу, по энергетике, по мыслям. Напишите, пожалуйста, что думаете об этом, что я сейчас сказала, и ответьте на вопросы, что вы смотрите на YouTube. Может быть, вы сами ведёте YouTube, что вы думаете по этому поводу. И я пошла монтировать этот ролик. Кстати, сейчас пока лежу, вспомнила, пока лежу, монтирую ролик, этот вспомнила тоже одну вещь, про то, что я любила снимать видео про свой день ещё до того, как это стало мейнстримом. Мы в классе, наверное, четвёртым-пятым. У нас была такая компания подружек. С двумя из них я до сих пор хорошо дружу. В общем, мы снимали на цифровую небольшую такую камеру, фотоаппарат, там была функция видео. Мы снимали, получается, сейчас, это называется влог, как мы просто куда-то идём, что-то делаем. Мы ещё придумывали какой-то сценарий, какую-то ерунду, но, по сути, мы там что-то где-то гуляли и снимали всё это на видео. Иногда что-то придумывали, но, короче, это было очень похоже. И ещё второй момент. Мы с моей подружкой Катей, когда мы были, может быть, в классе шестом, пятом, я не знаю, я не помню, может быть, в четвёртом, мы с ней один раз договорились, что каждая будет снимать весь свой день, только не на видео, а на фото. И потом мы посмотрим, кто как провёл этот день, начиная от подъёма, завтрак, умывание, школа, что угодно. В общем, весь день там получилось порядка, не знаю, может быть, тридцати фотографий у каждой. То есть это там не нодестопом фоткать, а так, основные события. И мне кажется, это тоже похоже на сейчас формат «Один день из моей жизни». И мне это тогда очень тоже нравилось, так что звоночки были очень давно, но я к ним не прислушивалась. И отдельная тема насчёт хейта, насчёт всякой такой ерунды, что ты смотришь на людей, которые сами не ведут это, которым это, во-первых, не надо, которые просто хотят тебя обосрать, и не делаешь что-то, что тебе действительно важно и теряешь просто своё время, хотя по факту человек пришёл, обосрал тебя и забыл про тебя, а тебе с этим жить, с тем, что ты чего-то не делаешь, потому что тебя волнует чужое мнение. Это очень странно, но со мной такое было и сейчас, может быть, тоже это как-то влияет, но мне кажется, что я в своё время с этим поборолась и сейчас я просто снимаю влоги и уже думаю не насчёт того, что обо мне подумают люди, а думаю о том, как бы это всё улучшить, потому что я сейчас где-то вот на первой ступенечке и хочется всему этому нормально научиться и делать круто. В общем, у меня ещё очень много разных историй, мыслей по поводу Ютуба. Если хотите продолжить наш с вами разговор, во-первых, напишите в комментариях ваши все мысли и дайте мне знать, может быть, там в следующих роликах я ещё больше затрону эту тему, потому что мне это очень сильно откликается. Я, кстати, по поводу визы я поняла, что я вообще ничего не рассказала, по сути, как Андрей её получил, наверное, потому что, наверное, потому не рассказала, потому что как будто бы и нечего рассказывать. В общем, самое крутое, что Андрей сделал, это нашёл переводчика, переводчик, женщина оказалась очень крутая, прошаренная, в том плане, что она давно в этом деле, она знает, что нужно говорить, как нужно лучше сказать. Когда они туда пришли, переводчица сразу сказала, «Ага, это хорошая женщина, она там долго мучить не будет, всё будет окей». И, по сути, его спросили где-то 10 вопросов, которые уже были в анкете. Это «Где вы работаете?» Андрей сказал, что у него свой бизнес, поэтому это облегчило получение визы. Если у вас есть свой бизнес в России, то очень большой процент, что вам дадут эту визу. Были люди до него, которые мне дали, там была какая-то семья, и сказали, что у вас недостаточно оснований для получения визы. То есть этим проверяющим самое главное увидеться в том, что вы не останетесь в этой стране, что вы не хотите эмигрировать. И, очевидно, если у тебя бизнес в России, то им кажется, что типа всё нормально. В общем, это было легко и просто, и девушка-переводчик сказала Андрею, что вы вообще такой молодец, вы даже не волновались. И, по сути, это тоже один из главных, мне кажется, моментов. То есть Андрей говорил о том, что, ну, получится, будет хорошо, не получится, ничего страшного. И вообще такой страсти и желания поехать в Америку у него нету. В отличие, например, от меня, я бы очень хотела поехать именно в Нью-Йорк, ещё, возможно, Лос-Анджелес, но самое главное Нью-Йорк, Тайм-сквэр и разные такие знаковые места. А для него нету прям такой суперзначимости. И чем больше тебе пофиг, извините, ну, Андрею не пофиг, но он спокойно очень к этому относится. И чем ты спокойнее относишься к многим вещам в жизни, тем тебе легче они идут в руки. Получается так. И спрашивали, как я уже сказала, 10 примерно вопросов, то есть это немного. Все вопросы были в анкете, то есть вы заранее можете подготовиться, никаких там особо сюрпризов быть не должно. Но это именно наша история и, возможно, у кого-то там будет совершенно по-другому. И когда он выходил оттуда, там сразу объявляют, что, ага, все, вы получаете визу, вы получили визу в Америку на 3 года. И когда он выходил из этой комнаты, там зала, кабинета, девушка-переводчик вот наша говорила всем, кто стоял в очереди, вот, смотрите, это он, он получил визу. И все ему жали руку, и все такие, уху-ху, дай пожать тебе руку на удачу, мужик, да, круто. Вот так. Мы решили, что через 2 недели приедем сюда одним днем. Надеюсь, что получится. Если не получится, то приедем еще осенью. В любом случае, мы решили пока что, скорее всего, не ехать, потому что это огромные деньги. И хочется вернуться в Москву с деньгами. Друзья, и спасибо огромное. Я, кстати, до сих пор нахожусь вот в этом чудном месте. Я единственное, переместилась оттуда, потому что все-таки, как в прогнозе было написано, пошел легкий дождь. А поэтому сижу сейчас под навесом. В общем, хотела вас всех поблагодарить за просмотры и особое спасибо за комментарии. Каждый комментарий по теме ролика это просто что-то волшебное, когда пишут люди, которые пишут уже на протяжении долгого времени. Я вас всех вижу, замечаю. Для меня это, правда, очень важно. И эти комментарии дают мне много энергии. Я их скриню, сохраняю себе в телефоне многие. В общем, спасибо вам огромное за любую активность. Для меня это очень важно. Тем самым, вы меня заряжаете на создание новых роликов, так что всегда пишите, оставляйте любые ваши мысли. Я всем-всем-всем всегда отвечаю. Очень вас люблю. Спасибо огромное за просмотр. Если вы еще не подписались, не поставили лайк, то сделайте это. Это секунда вашего времени и тем самым вы подвигаете мои ролики. И да, это был один день в Джакарте. Завтра мы уже улетаем на Бали. Оттуда будет тоже много роликов, я надеюсь. Пишите, кстати, ваши пожелания. Возможно, у вас есть какие-то мысли, что бы я могла бы еще рассказать, вопросы, все, что вы захотите. И да, увидимся с вами в новом видео. Пока.